Всем привет! Продолжаем гулять по Кирбургу, моему хорошему любимому городу Гороховая 47. Я пользуюсь данными википедии с сайтом CityWalls и ссылкой в интернете на книгу Ларису Бройтман Гороховая улица. Итак, первоначально у Фонтанки был обширный двор, который принадлежал сподвижнику Петра I, генерал-фельдмаршалу Никиты Ивановичу Репнину. Он начинал поручиком подтешной роты, участвовал во взятии Азова, скоро стал генералом. Но после поражения в битве со шведами при Головчине разжал он Петром I солдаты. В дальнейшем искупил свою вину, был восстановлен в прежнем чине. Под Полтавой командовал центром русской армии. В 1711 взял Ригу, был назначен рижским губернатором, а в 1724 он генерал-фельдмаршал и президент военной коллеги. В 1732 году Анна Иоанна пожаловала двор умершего Репнина, морскому флоту капитану-командору Никите Вильбою вечное и потомственное владение. Француз по происхождению Вильбоа поступил на русскую службу при Петре I. Обладал горячей кровью, но не отличался ни особым познаниями, ни заслугами. Скоро он женился на Елизавете Глюк, дочери пастора Глюка, воспитателем Марты Скалронской, будущей супруги Петра I. Елизавета Вильбоа заняла положение стать дамой при Екатерине I. В 1724 году Вильбоа навел первый мост через Неву, а в 1743 году стал начальником Кронштадтского порта. Вильбоа собрал рассказы о времени Петра I и Екатерины I. Это были секретные записки служащего для истории русского двора. Умер в 1860 году, но затем уже владельцем этой обширной усадьбы стали Сава Яковлев и его потомки. В 1806 году владельцем записан здешний купец Степан Апарин, после которого участок унаследовала его жена Федора Анисимовна Апарина. В 1820 году ей было 60 лет. Этот дом приобрел владелец соседнего участка, Санкт-Петербургский купец Василий Степанович Сленин. Ну, а, конечно, после смерти этот дом унаследовала его жена Мария Сленина. Она владела домом до 1839 года. В 1840 году дом купила компания для залога и хранения громоздких движений, так она называлась. Здесь могли сдать свои вещи на хранение за умеренную плату, получить суду под залог вещей или поручить компании продать эти вещи. Дом, который приобрела компания, был двухэтажный, подвалом, каменной двухэтажной кладовой и деревянным сараем. Кладовую сразу же надстроили третьим этажом. Лицевой дом занимал участок под Гороховой. Не полностью, а в 1857 году академик архитектуры городского архитекта Иван Слупский построил двухэтажный флигель, в который вошел в существующее здание. Кстати, здесь была работа на участке компании еще молодой архитектор Павел Юрьевич Сюзор. В 1912 году часть лицевого фасада архитектор Карпович облицовала гранитом. В 1929 здесь начала работать фабрика мягкой мебели, которую изготовляла матрасы. Часть помещений в доме оставалась еще жилой. В квартире номер один проживал Виктор Александрович Манкевич, токрик механического цеха Кировского завода. 17 октября 1937 года по обвинению в контракционной деятельности расстрелян, реабилитирован посмертно. В год Великой Отечественной войны фабрика начала выпускать оборудование для госпиталей. А с 44-го снова был налажен выпуск мягкой мебели. А вот как вкратце написано на сайте CityWalls. 1857 год. Архитектор Слупский Иван Блажевич. 1872, 76, 77, 74. Сюзор Павел Юрьевич Перестройка. 1883. Архитектор Басин Николай Петрович. 1912. Архитектор Карпович Владислав Станиславович. Ну вот и все, что я смог найти по дугу номер 47, Куховая улица. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Немного информации, ну что есть. Пока-пока, до свидания.